Добрый вечер, дорогие друзья! Телекомпания начинает репортаж о матче Спартак-Гамбург Повторная встреча 1-16 розыгрыша Кубка УЕФА Напомню, как это не неприятно, но тем не менее Что первую встречу Спартак проиграл на поле соперника со счетом 0-3 Сотворит ли сегодня народная любовь Спартак чудо? Очень хотелось бы надеяться на это Но сейчас, через некоторое время, уже команды вы на поле И я представлю вам играющие сегодня клубы Итак, Гамбург, Германия Рихард Гольц, он же капитан команды Вратарь далее Стефан Аншо Яков Фрис, Хансен 4-й 5-й Стефан Шноур 6-й Юрген Хартман 7-й Свенг Метч 10-й Марк 11-й Хасан Салихамиджич 12-й Андре Брайтен Райтер 13-й Андреас Фишер 18-й Маркус Шоп И тренер Феликс Магат Президент УВ Зейлер Московский Спартак Так же, как и в составе Гамбурга В Спартаке тоже произошли изменения Ворота защищает Александр Филимонов 1-й номер 2-й Дмитрий Ананко 3-й Сергей Горлукович, капитан 4-й Вадим Евсеев 5-й Александр Липко 6-й Вадим Дуюн 7-й Алексей Милешин 8-й Дмитрий Оленичев 9-й Егор Китов 10-й Александр Ширко 11-й Андрей Тихонов Главный тренер Георгий Ярцев Президент Олег Романцев Сегодня уже встретились Несколько раньше Гамбург и Спартак Но на поле Манежа Спартаковского Играли тренеры Президенты двух популярных клубов Со счетом 5-1 Команда Спартаковского Президента выиграла Единственный мяч В составе Гамбурга Забил президент этого клуба Один из выдающихся Футболистов Германии Уве Зейлер Бол престижа Все-таки он провел Ну а в составе Спартака выступали Олег Романцев Федор Чевенков Сергей Родионов Виктор Самохин Другие футболисты Ну а для усиления Команды Гамбурга Им был одолжен Валерий Гладилин Он старался Но не забил Забил Уве Зейлер После этого состоялась Пресс-конференция И естественно Очень много журналистов было Засыпали вопросами Двух президентов А это между прочим Первая пресс-конференция Была после чемпионата Европы Олега Романцева Как президента Вместе с Уве Зейлером Они отвечали на вопросы Что касается Сегодняшней встречи То Олег Романцев В частности сказал О том Что он никогда не занимался Прогнозами И уж тем более Не станет это делать сейчас Но он с уверенностью Заявил о том Что Спартак Отдаст во встрече С Гамбургом Все силы в борьбе И постарается Выложить все Игровые козыри Увы Зейлер Был краток Относительно этой встречи Он сказал о том Что Его команда Постарается Несмотря на то Что произошли изменения И потери в составе Сохранить достигнутые В Гамбурге Преимущества И выйти В следующий круг И в общем-то Они Футболисты Гамбурга И руководство Делают ставку На успешные выступления В Еврокубке С тем Чтобы Этот успех Дал Своего рода Импульс Для того Чтобы команда Выступила Успешно И в чемпионате Германии Кстати Последнюю встречу Укар Сруэ Гамбург Выиграл Мне удалось Посмотреть Ну минут 10 Этой встречи И должен вам сказать Что Наиболее конечно Интересные моменты Были показаны И так сказать Сфокусировано На них было все И я должен вам сказать О том Что Очень сильное Произвел впечатление Гамбург Именно в атаке Хотя В обороне Играл строго Но все-таки Футболисты Сруэ Имели Пару возможностей Послать Мясетку Вороты Футболистов Гамбурга Ну а Спартак Как вы знаете Сейчас ведет Горьбу За То Чтобы стать Вновь Чемпионом Вернуть себе Это звание И Я уже Как-то цитировал И в футбольном клубе Василий Уткин Говорил о том Что Олег Романцев На пресс-конференции В Гамбурге Сказал Назад В лигу Чемпионов И тем Чем быстрее Тем лучше Ну для этого надо 3 ноября Естественно Обыграть Зенит и Санкт-Петербурга Ну а если добьется успеха И Аланья Состоится Матч за чемпионское звание Где Когда Это будет определено Несколько Ну в общем-то Мы в преддверии Очень симпатичных событий На финише Нашего чемпионата И я думаю Что мы сегодня Побаляем все дружно За московский Спартак С тем Чтобы этот матч Даже если Спартак не Выграет Гамбург С нужным счетом Но тем не менее Выступит достойно Этот матч Мы будем И все И футболисты Рассматривать Как подготовку Уже К тому решающему Который состоится 3 ноября В российском Нашем чемпионате В Москве Прохладно Хотя в общем-то Был денечек Такой солнечный Манил На улицу Но Все-таки Было прохладно И по дороге Вот на стадион В районе стадиона На одном из предприятий Электронный Прибор Показал Что здесь Плюс 2 градуса Ну я вижу Как к скамеечке Запасных Направляется Георгий Ярцев Здесь же Его помощники Пока не вижу Олега Романцева И на поле Судьи Хуан Рока Главный арбитр Ему помогает Мануэль Фернандес И Мануэль Агилар Вся бригада Судьи Из Испании И четвертый Арбитр Запасной Тоже Испанец Делегат Тоже серьезные Потери В частности Не играет Цимбаларь Не играет Мамедов Не играет И Перекеченов Цимбаларь Травмирован Растяжением Мышцы У Мамедова Значит Мамедов Просто Такая Банальная Простуда Ну а Кеченов Получивший Травму Ушиб коленного Сустава В Гамбурге Уже Так сказать Не сыграет И В последнем Матче Чемпионата России Так же Как и Видимо Под вопросом Участия Цимбаларя Во встрече С Зенитом Из Санкт-Петербурга Растяжение Мысли Может быть Не даст ему Возможности Войти На поле Но Слава Богу Что Кеченову Не предстоит Операция Амбулаторным Лечением Его Поставят Вот так сказать На ноги И все будет В порядке Слава Богу И так Изменения Произошли В составах Обеих команд Перед этой встречей Но это не означает Что поединок Будет носить Какой-то Скажем Характер Который бы мы Назвали Скажем Невысокого напряжения Отнюдь нет Но самое главное Может быть Полегче будет Нашим защитникам Сегодня В том плане Что не играет Берон Тот самый Высокорослый Футболист Который доставил Массу неприятностей Нашим Защитникам В первом поединке По сути дела Вся игра Шла через него Вверху Да и Вот В встрече В чемпионате Германии С того что я видел Тоже очень много Было Подобного Рода Навесов И где Активно Вел себя Этот футболист Но он заболел И не приехал Даже В Москву Иванаускас Который отличился В последней встрече Чемпионата Германии Сегодня В запасе Итак Встреча Началась Слева от нас Ворота Московского Спартака Справа Гамбурга В красных футболках Наши Любимые футболисты Пожелаем им Успеха Как бы я Не скрывая Отнюдь Никогда в жизни Не болел За любимую команду Даже если бы И не болел Я бы сегодня Все равно Симпатии отдал Этому клубу Во встрече С приличным Очень соперником Несмотря на то Что он выступает Далеко не лучшим образом Пока еще В чемпионате Германии И в частности Один из игроков Шоп Который кстати Открыл счет В встрече С командой Карлсруэ Заметил что Им надо Выкладываться В каждом поединке С тем Чтобы уйти подальше От опасной черты Вот где Оказался Популярный клуб В германском первенстве В чемпионате Бундеслиги Итак пока С мячом Футболисты Гамбурга Салихамиджич Это он с мячом Сделал попытку Организовать Атаку Уже к флангам И передать мяч В центр Но даже если бы Ему пас Не удался Тем не менее Он бы не дошел До Партнера Потому что Они просто-напросто Отстали И чувствовали Что в общем-то Этот игрок Не пробьется К воротам Ему там Серия финтов Не удастся Спартаковцы Нарушение правил Несколько слов Об арбитре Сегодняшней встречи Это В общем-то Достаточно молодой Арбитр Ему 38 лет Как раз Я бы сказал Так В соку Судейской Своей деятельности Он Был на чемпионате Европы В Англии И Дважды Был Запасным Судьей Но на поле Так сказать Не выходил Не помогал И не судил Вот Двух слова Значит Он был Матча Италия-Чехия И Франция-Талангия Врач По специальности Живет Валенсии Естественно Увлекался В свое время Футболом Но Не достиг Профессиональных Высот Как игрок Но зато Проявил себя Как арбитр Хуан Рока Арбитр Европейского Союза Футбольных Ассоциаций Гамбург С мячом Очень активно Играл И во встрече С командой Карл Сруэ Одиннадцатый Номер Хасан Салихамиджич Очень много Перемещается Игрок Быстрый Техничный Ну Может быть Такой Джентльменский Набор Я сейчас Перечислю Нацелен на Ворота И самое Главное Легко Совершенно Вступает В борьбу Даже Если Против него Оказывается Два Три Игрока И некому Отдать Он спокойно Устремляется В обводку И иногда Им это Удается 0-0 Пока Во встрече Спартак Гамбург Повторный матч Одной Шестнадцатой Розыгрыша Курка Унифа В репортаже О первой Поединке Из Гамбурга Я говорил о том Что Состав Такой Разноцветный Я бы сказал Пестрый Гамбурга Собраны игроки Из многих стран И из многих Клюбов И почти Не видно Как говорится Своих воспитанников Наверное Финансовое положение Позволяет Этому клубу Так сказать Приобретать На их взгляд Хороших Футболистов Я к таковым Отношу И Владоса Иванаускаса Он мне Очень понравился Вот в последнем Поединке Германского Перенства Вышел Он на замену Забил Второй мяч Был Необыкновенно Активен И даже Честно говоря Я удивлен Почему Он не сразу В составе Хотя он не чувствовал Что он был травмирован Пропустил много Но тем не менее Как он сам заявил Что он сейчас Находится В достаточно хорошей форме И в отсутствие Вот Перона Он рассчитывал Войти на поле Но тренер Феликс Магат В прошлом Выдающийся игрок Вот он на ваших экранах Вот словно мы угадали И Надеялся Что он выйдет Но вот Феликс Предпочел Другого игрока Итак Спартак Организует Быструю атаку Но чуточку Передержал Мяч Надо было Сразу же Отдать Набиравшему скорость Партнеру Доколенчил Снова с мячом Вроде бы И правильно Но на полшага Б попозже Сделал передачу Подождал Пока Вырвется вперед Партнер И тогда Надо было бы Отдавать Кого не было Тут был Так сказать Сзади Защитника 0-0 По прежнему Счет не открыт 8 минут Сыграли команды В первом тайме Ну задача Конечно Спартака Необыкновенно Сложная Я Даже в этой ситуации То что я Симпатизировал Всегда Даже это мягко Очень сказано Вот Команда Спартак Я не говорю о том Что она Безнадежная Потому что Чудеса Футбольные Не раз На стуги Заставляли Разводить Руками И Так сказать Красноречиво Молчать Потому что Подчас Происходили Невероятные Совершенные Вещи Поэтому Подождем Финального Свистка И уж Затем Как говорится Подведем Итог Тому Как Спартак Выступил Вот На этом Этапе Розыкша Кубка Уехал Ну и здесь же На локомотиве 31 числа Будет Встреча Локомотива С Пинфикой Там шансы Жемнодорожников Московского Клуба Мне кажется Куда более Весомы Чем Спартаковцы И Естественно Мы также Будем переживать За наших Футболистов Чтобы Они Выступили Достойно И в этом Поединке Филимонов Обязан Забрать Мяч в руки Телекомпания И Василий Уткин Будут вести Репортажи Встреча Встреча Локомотив Бенфико Первое предупреждение В сегодняшнем В принципе Вратарь Вратарь мог бы Выйти И забрать Спокойно Мяч В руки И затем Ввести В игру Но Это те самые Как я люблю Повторять Маленькие Футбольные Хитрости И вот он Не спеша В таких Турнирах Используют Один мяч Запасных Мячей Они есть Но В отличие от Нашего чемпионата Когда тут же Вводят Сразу же На поле Другой мяч Пока За тем Который ушел Бегают Мальчишки Другой Вум С вами Вот сейчас Видите Сколько времени Ушло на то Чтобы Вот установил Мяч Потом Еще Пофинтил Вратарь Рихард Гольц Может заработать Предупреждение От арбитра Но Это все Так сказать Те самые Футбольные Хитрости Которые Используют Игроки С тем Чтобы Удержать Преимущество Потянуть Время И так далее Нарушение Правил Вот как раз Этот Даже Эпизод Подчеркивает Сказанный Мной О футболисте Под номером 11 Обратите На него Внимание Салих Амиджич Из Команды Гампург Навес Опасно Мы помним Как эти Навесы Всегда Доставляли Неприятности Нашим Футболистам В первом матче В Гампурге Есть еще Игрок Один Который Заслуживает Безусловно Внимание Ему Его Уделяют Он Не обойден Это Родорфу Кардосу Из Аргентины Считается Приобретением Серьезного Круга Но он Не имеет Права Играть В Еврокубках За свою Команду Пока В этом Сезоне Спартак Атакует Подача Опасный Момент Удар Поворотом Гол Спартак Забивает Мяч 1-0 Молодцы 3-1 В пользу Гампурга Шестой Номер Забил Московского Спартака Владислав Дуюм Молодец Спартаковец Молодцы Ну если честно Я ужасно переживаю Я все-таки Сдерживался Сдерживался Сейчас Немножечко Так сказать Внутренняя дрожь Находит наружу Я уж Извиняюсь Дорогие друзья Спартак Гампург 1-0 Мяч забил Я даю Примерную 13-й минуту Первого тайма Спартаковцы Открывают счет В повторном матче 1-й 16-й финала Розыкша Кубка Уефа Посмотрим еще раз Как это было Отличный пас Мягкий навес Целенаправленный Прямо на голову И несмотря на высокий рост Гольц во-первых Не вышел Раз И во-вторых Не сумел Достать этот мяч Но здесь Еще разочек Если мы посмотрим Тут произошла Довольно-таки Может быть еще И любопытная штука Бил Это как раз Дуюн Но по-моему Мяч Задел Еще нашего игрока Милешина И влетел В сетку ворот Так как-то быстро Это все было Так что не Дуюн А на 10-й минуте Мы уточняем Милешин Послал мяч В сетку ворот Гамбурга От штрафной площади Чревато Может быть Неприятными Последствиями Итак Мы внимательно Все рассмотрели На повторе Потому что Настолько это все Быстро очень было И неожиданно Совершенно молодец Милешин подправил мяч Что в общем-то Наверное И ввело В заблуждение Вратаря Гольца Он-то наверное Реагировал Все-таки На удар Дуюна А потом Уже мяч После касания Милешиным Изменил направление А здесь Вратарю Перестроиться Переключиться И затем Среагировать И подчас Бывает Очень и очень сложно Итак 1-0 Впереди Спартак Удар вперед В борьбу И естественно Галкипер И капитан Гамбурга Обязан был Забрать этот мяч В руки Опережая всех Ну приятно то Что Спартак Уже на первых минутах Добился успеха Примерно то же самое Произошло И во встрече В Гамбурге Когда Соперник Сразу же Предложил Быструю игру Очень Такую Знаете Настырную Я бы сказал Спартаковцам И быстро Тоже добился успеха Это ставилось И задачей Руководством Гамбурга Сразу же Сразу же Как можно быстрее Добиться успеха Встречаться С Спартаком И затем Уже диктовать Свои услуги Ну а дальше Болеем Короче Переживаем И желаем Успеха Популярному клубу Ну народа сегодня Не много Для такого матча Честно говоря Я ожидал Что стадион Локомотив Уютный Стадиончик Будет заполнен До отказа Но пришли Самые преданные Болельщики Московского Спартака Их уже К началу Прибавилось И две Трибуны Противоположная И вот Та С которой Мы ведем Репортаж Немного Еще Те Которые Закублены Они заполнены Зарителем Ну пол Стадиона Будем считать Ну мы будем Называть Время Условно Если 14 10 Значит Где-то Уже Сыграли Команды Это Около 15 Минут В первой Половине Встречи Все Фиксирует Все Орбит Будут Остановки Он будет Также Секундомер Останавливать Добавлять Время И вот Добавочное Время Могувает Всякие Казы Поэтому В этом плане Мы ориентируемся Во всем На арбитр Судья Показывает Желтую карточку Нашему Путалисту Липко Александру Пятому номеру Хотя Честно говоря Я не Думаю Что можно Было Вот таким Вот образом Тот Падал В ноги Но Правда Может быть После того Как он Не опустил Ногу Хотя Имел Для этого Возможность Оставил Ее Поднятой Игрок Гамбурга Споткнулся И Упал Судья Посчитал Что это Было Сделано Умышленно И Желтая карточка Была показана Липко Из-за боковой Футболисты Гамбурга Ведут мяч В игру У противоположной Крепуны Атака Гамбурга Угловой Справа Буд подавать Гости Итак 1-0 Впереди Спартак 1-0 Груза Бил Милешин Много Футболистов Вы посмотрите В штрафной Площади Игрок Шестой Номер Хартман Подошел Филимон Филимон Высокого роста Футболист В этой ситуации Если он хорошо Читает игру Ему Легко Должно было Быть Играть На выходах Вот он Выходит Из ворот Добрался До мяча Чуть-чуть Его коснулся Но Несмотря На то Что вроде бы И как следует Не попал По мячу Но своим выходом И действиями Смутил Соперника И тот Уже В борьбу Не пошел Снова Футболисты Гамбурга В атаке На правом фланге Обратили внимание Очень часто Используют Нанесные передачи И вот он В поединке Футболисты Из Гамбурга Считаю Что здесь В этом компоненте Они могут Так же Как и в первом Матче Добиться Успеха Здорово Сыграл Сейчас Внимание Просто здорово Во-первых Потому что Вовремя Вышел Из вороты Ногой Отбил Мяч Действовал Как защитник Но Неправы Были Защитники Был провал В центре Обороны Чего нельзя Допускать Ни в коем Случае Помню о том Что Впереди Играют У них У Гамбурга Серьезные Ребята Быстрые И настойчивые Удар Отворот Ну я Рассказывал Вам В самом Начале Нашего Репортажа Телекомпания Ведет Трансляцию По второму Матчу Кубка УЕФА Спортивная Редакция Которая Готовится К своему Вы знаете Выдающемуся Я бы сказал Событию 1 ноября Открывается Спортивный Канал На Спутниковом Телевидении 18 Часов Каждый День Спорта На этом Телеканале Это Своеобразное Уникальное Конечно же Постежение В нашем Теле Эфире И Сейчас Мы все Очень тщательно К этому Готовимся Готовимся К премьере Я думаю Я думаю Что У нас Появятся Миллионы Телезрителей Со временем Пусть сначала Не так уж И много Но Желающих Уже 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 Тоже Как говорится На сегодняшний день Никогда не будет Хоть отбавлять Чем больше Тем лучше Но Уже Тоже Вполне Достаточно Для того Чтобы Очень быстро Сложилось Менение Самое положительное О том Как будет работать Спутниковый Телевидий Спортивный Канал Представляете 18 часов Каждый День Это будет Сплав молодости И опыта И мы постараемся Сделать все Чтобы канал Стал Общенациональным Достоянием О чем Многие Болельщики Многие годы Мечтали Ну О том Как смотреть канал Я имею ввиду Технические возможности Постоянно Идет Сообщение Так что Смотрите Все Информационные Выпуски Другие Передачи Телекомпании И Вы Узнаете Как установить У себя Соответствующее Оборудование Чтобы принимать Спутниковый Телевидение И спортивный Канал Ну а футбола Я вам обещаю Будет Ну вот Если я вам обещаю То его будет Очень много В том числе И уроки Футбола Для детей Уроки Бобби Чарльтона Так же Как и хоккей Так же Как и теннис Так же Как Мы покажем Истории Чемпионатов Европы Мира Вы увидите Незабываемые Матчи с участием Спорной Советского Союза На первом Мировом чемпионате В 58 Году Вы увидите Рассказ о том Как мы стали Чемпионами Европы В 60 И так далее Короче говоря Спортивный канал Спортивный канал Спортивный канал Спутниковое телевидение Как Рихард Как Рихард Гольц Стараются Стараются Играть Играть от Обороны Стараются Играть В быстром Темпе Но тем не менее Ведут Комбинационную Игру С расчетом Что удастся Вывести На ударную Позицию Тех Кто играет Впереди Но Потеряв мяч Вот Это уже Проглядывается Четко Они сразу же Отходят На свою Половину Поля И поближе К штрафной Площади И даже Временами Стараются Прессинговать Не давая возможности Спортавец Спортивный Разыграет мяч Вот как в этом Эпизоде Закончился Ударом Поворотом Да Это Бил Поворотом Ширко Александр Он как раз И Тихонов Выдвинутый Вперед В составе Московского Спартака Я Да так сказать Уже Просмотрев Как Спартаковцы Действуют На поле Могу вам Сказать о том Что Ну Филимонов В воротах Это ясно Что в обороне Лепко Гордукович И Евсеев Слева Дуем Как бы Опорный Защитник Дальше Идет Милешин Титов Оленичев Это Средняя Линия Поля И Ширко И Тихонов Впереди Так Ну Еще Я говорил О том Что Титов Здесь В середине Поля Это Любой Из Игроков Средней Линии Поля Способен Усилить Конечно же Атаку И Обязан Ну И Ананка Справа Здесь Тоже Так В обороне Спартак Держит В обороне Столько Сколько Необходимо По Игре И По Атаке Соперника Ну Там Нарушение Правил Было Мне Так Показалось Мяч Выбит За Пределы Поля Упал Пятый Номер Стефан Шноур Судья Подошел Вы Видите Вроде Бо Все В порядке Так Что Врачебная Помощь Не Понадобится И Сейчас Уже Таскать Джентльменство Демонстрирует Андрей Тихонов И Отдает Мяч Естественно Сопернику Потому Что Он Был Смичок На Переднем Плане Феликс Магат Тренер Гамбург Кстати Увз Эйлеру В начале Ноября Исполняется 60 Лет Он Таскать Погрузнел Но Тем Не Менее Играя Сегодня За Свой Клуб Против Руководства Московского Спартака Он Все Таки Блеснул Бомбардирскими Качествами Ну И По сути Дело Он И Гладилин Который Был Придан На Усиление Команды Руководства Гамбурга Они Таскать Выделялись Встречи С Командой Олега Романцев Об Все Это Мне Рассказал Пресс Аташе Футбольного Клуба Спартак Александр В общем Таскать Он Снабдил Много Информацией Всех Кто Пожелал Что Либо Узнать О том Что Происходит В команде В том Числе О Заболевших И Травмированный Игрок Мне кажется Что Все Таки Спартаку Ведет 1-0 Но Для Развития Удачи Надо Было Все Таки Прибавить Оборотов У меня Такое Ощущение Остается Наблюдая За Игрой Команды Правильно Говорит Филимон Чтобы Быстро Шли Вперед И Выбивает Очень Сильно Пощик Штрафной Площади Гостей Можно Играть Показывает Арбитр Пока Цепко Играет И В середине Поле Гости Не Дают Спокойно По Настоящему Спартаковцам Разыграть Мяч Не Позволяет Им Вести Компинационную Игру Но Вот Удар Тихонова Андрея Сильный Но Не Точный Андрей Тихонов Если Ширков Выдвинут Вперед То Андрей Тихонов Немножечко Как бы Сзади Него Действует Это Все По Задумке Георгия Ярцева Наставника Московского Спартака А вот Как это Все Происходит На поле Ну Тут Нюансы В которых Иногда Нет даже Смысла Особо И Разбираться И размышлять И Судач На Эту Тем Пока Мы Знаем Что 1-0 Спартак Впереди И Надо Бы Прибавить В скорости В движении И Заставить Мяч Побыстрее Переходить От Одного Игрока К Другому С тем Чтобы Без Мяча Соперник Побегал Это Всегда Особого Энтузиазма Не Вызывает И Соперник Иногда Бывает Сникает От Такой Бесцельной Вроде бы Работы Шнор Подает Штрафную Опасно Молодцы Так Расторопно Действовали В обороне Нашей И Ликвидировали Угрозу Нет Вы знаете Мне Все-таки Нравится Характером Гамбург Я вам скажу Потому что Вот Несмотря На Пропущенный Мяч Не Вообще Так Не Стушевались Футболисты И Продолжают Так Гнуть Свою Линию Извините За Арго В Атаке Гамбург Подача Опасный Момент Гол 11 Вот То Чем Я Вам Говорил 11 И Спартак Спартак Ну Не Будем Так И Таскать Портить Себе Еще Больше Настроение Конечно Не Надо Бы Вы Увы Мы Предполагаемые Игроки Располагают Вот Посмотрите Еще На Сетки Писок Все Таки Забил Ударом Головы Ближней Стойки Почему Потому Что Желтая Карточка Нашему Футболисту Второму Номеру Ананка Значит Он Занимал Позицию Ближнего Угла Совершенно Правильно Потому Что Там же Находился Игрок Игрок Гамбурга Я Вы знаете Позволь Себе Вернуться Вы Запомнили Этот Эпизод А Позволить Ему Вернуться Себе Просто Еще Раз Закончу Мысль И Поэтому И он Должен Был Контролировать Его Действия Тем Более Что Подача Шла Из Пределов Уже Штрафной Площади Здесь Уже Должны Были В высшей Степени Внимательно Играть Конечно Защитники Хорошо Видеть Поле Разобравшись Ситуацией С тем Чтобы Прикрыть Игрока Которому Дан Пас Ну И надо Отдать Должное Футболисту Сделавшему Передачу Он Выполнил Это Просто Безукаризм Ну А теперь Вот об эпизоде Который Ананка Получил Желтую Карточку С моей точки зрения Ананка Тут Не причем Совершенно Потому что В него Врезался Игрок И я думаю Что Судья Просто Переусердствовал Своем Стремление Быть стройным 1-1 Шут На 28 Минуте Послал Вмять Сетку Ворот Спартака Облегчил Себе Задачу В Гамбург Осложнил Спартак Снова Гости С мячом Можно отметить Что Игроки Гамбурга Играют В принципе Не замысловат Есть возможность Ее Они ищут И находят В конечном счете Следует Передача В штрафную В борьбу И В этой борьбе Не откаж Конечно Любому Из тех Кто оказывается В штрафной площади Спартака Идут Смело Повторяю и подчеркиваю Любой Можно тут пофамильно Называть По номерам Как угодно Будет Но От этого Не меняется Так сказать Смысл того О чем Мы с вами Размышляем Вот такая Простая Тактика Но Как видите Эффективная Принесла успех Первого матча Гамбургу И сейчас Дала возможность Нашим гостям Выравнять Положение В счете И Ну и Теперь Игра В общем-то Ровна И И по сути То Хотя Спартак Вроде бы Старается Как-то Изменить положение Сейчас Оленичев Удар Издаленом Мяч Подпрыгнул Последнюю долю Секунды Перед ногой Лепко И Надо было бы Уже Быстренько Среагировать Сориентироваться Не пить Нетто Игорь Александрович Это умел делать Казалось бы В такой ситуации Над Подкупающей Пробить Поворотом Он все-таки Менял Решение И находил Самое Лучшее Продолжение Сейчас Замена В составе Московского Спартака 15-й Номер Джулпанов Владимир Выйдет На поле Посмотрим Вместо Кого Вспоминая Первую встречу Очень быстро Тренеры Спартака Головского Заменили В первом Поединке Еще в первом Толчок В пун И нарушение Правой Спартаковцы Ведут Мяч В игру Рядом с боковой Линией Рядом с нашей Трибуной Горлукович Мяча Сейчас посмотрим Кого будет Менять Пока Горлукович Готовится Выполнить Удар Пасует Тихонову На коротке Играют Спартаковцы Не точно Дни игры Не было Игра Головой Филимонова Молодец Вратарь Быстренько Назад Быстренько Назад Но так Чтобы Видеть Ситуацию И как Развивается Дальше Атака Гамбурга Как волейбол Головой Играет Футболисты Гамбурга Будет Опять Навес Будет Удар Поворотом Да Удар Был Но Не точный Десятый Номер Шип Бил Поворот Десятый Сейчас Уточню Извините Так Замена В составе Спартака Вместо Четвертого Евсеева На поле Выходит Пятнадцатый Джубанов Ну В общем Что-то Надо конечно Менять На середине Поле Здесь И поэтому Вот такая Вот замена У меня В игре Уходит Вадим Евсеев Выходит Владимир Джубанов На поле Мы посмотрим Что даст Это замен Ну что же Я могу Пока Ответить Есть Гатаря Силимонова Не сглазить Пока что Идет все Нормально Несмотря на то Что один Мяч Побывал Все-таки Все Вот этот Эпизод Опять-таки Вот посмотрите Много игроков В защиту Спартака Было в штрафной площади Но остался Все-таки Без присмотра И Шуб Ему была Нацеленная Передача Сделана В падении Красиво Бил Но ошибся Отметим И поаплодируем Игроку Конечно За его попытку Поразить Ворота Носковского Спартака Не знаю Что это Наш соперник Но в то же Время Опять-таки В защите Появился Игрок Ни кем Оставленный Без присмотра Так не должно Быть Если защита Играет Смаженно Синхронно И Подсказывают Друг Другу Если Кто-то Как-то Потерял Ориентир Тихонов Ананка 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 В центре Горлукович На месте Правого Защитника Очень часто Свободен Это была попытка Удара Поворотов Очень часто Горлукович Свободен Может быть Попробовать Его использовать Потому что Его просто-напросто Футболисты Гамбурга Забывают А может быть Не уделяют Достойного Внимания От того Что знает Его хорошо Возможности Он играл Долгие годы В Пундеслиге Минут 10 Наверное Остается До окончания Первого тайма Сарихамиджич Потерял мяч Горлукович Длинным пасом Посылает Но надо было бы Еще посильнее Туда На левый фланг Там был Тихонов Один Причем Нашку Ввел Игрока С места Левого Крайнего Нападения И Атака Была бы Продолжена И гораздо Острее Нарушение Правил Штрафной Сторон Ворот Московского Спартака Спартаковские Фаны Поддерживают Всячески Любимую Команду Кстати Приехали Сюда И около Двух сотен Болельщиков Тоже Фанов Их называют Только так Тех Которые Постоянно Ездят За командой И с командой Из Германии Ну Короче говоря Наших Больше Наших Их Перекричали В целом Но Вот пока Ничья 1-1 В матче Милешин Открыл счет Шуб Восстановил Равновесие Голы Забиты Были Соответственно Десятой Двадцать Восьмой Минуте Так Атака Спартака Лепко Пас В штрафную Ну Поточнее Конечно Тут Образовался Разрыв Между Линией Нападения И защитой Ананка Технично Сыграл Горлукович Пытался По диагонали Туда Бросить В атаку Десятого Номера Нашей команды Ширко Того Опередили Салихамиджич Подача Филимонов На месте Молодец Быстенько 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 Кому-нибудь Но кто-то Ж должен Открываться Повернуться Лицом Просить Мяч Время Это работает На соперника Здесь надо Как можно Быстрее Особенно После Атаки Команды Противника Тут же Надо быстро Организовывать Свою Контратаку Мы же Говорили Что философия Вратаря Это Быстро И вовремя Начать Атаку Эти все Передержки Мяча В центре Поля Только Идут На пользу Сопернику Потому что Он успевает Оттянуться Назад Оборганизовать Здесь Оборон Штрафной И еще Пару Ребутов Грозных На подступах Оборонительных Вернее И Сейчас Штрафной Остается Минут Восемь Играть До окончания Первого тайма Метра Три с половиной От линии Штрафной Под углом Естественно Гольцу Будет Закрывать Стенкой Правый От себя Угол Салихамиджич Побежал В штрафную С тем Чтобы закрыть Там одного Спартаковца Стать возле него Седьмого номера Мелешина Все игроки Соперника В штрафной площади У нас То же самое Даже Филимонов Вышел К центральному Кругу Бить неудобно Много футболистов Сквозь этот Частокол Пробиться Пока что Невозможно И естественно В этой ситуации Спартаковцы Теряют мяч Филимонов Обязан сыграть Молодец Филимонов Сегодня Демонстрирует Игру На выходах Высокого Класса Превратившись В того самого Центрального Защитника Коим должен быть Центральный Защитник Новый полевой Игрок Но так как Спартаковцы Увлечены Атакой Они частенько Об этом забывают Поэтому Приходится Филимону Выполнять Обязанности Защитника И отдадим Ему должное Он делает Это отлично Вот опасный момент Надо забивать Пенальти Правильно Арбитр Назначает 11-метровый Бесспорно И даже Не вступает Пререкания Судьей Футболисты Гамбурга Незадолго До окончания Первой половины Спартаковцы Получают Возможность Выйти Вперед Снова Ну Тут у нас 43-я минута Я отнимаю Еще Да 5 минут Примерно Остается До окончания Первого тайма За 5 минут Это все Очень условно Дорогие друзья Я свой Таскать Тоже Секундомер Включил Но Как так Увлекшись Немножко Учитывая Что мы Все-таки Начали Итак Удар Гол 2-1 2-1 Здорово Андрей Тихонов Андрей Тихонов Забил Мяч Ворота С 11-метровой Отметки Пробил Здорово Забил Здорово Георгий Ярцев Дали Там Помощники Его Итак Разбег Вратарь Гадал Пытался Угадать Направление Удара Бросился В правый Угол И Знаете Вот Есть Так сказать Вратарь Может Определить Эту Неуловимую Паузу Бьющего На который Вратарь И попадается На который Попадается И Таким Образом Не угадывает Короче 2-1 Впереди Спартак Тихонов 42-я Минута В общем-то Остается Совсем Немного Играть До окончания Первого Тайма Дорогие Друзья Перерыв Тоже Так сказать Наш Футбольный После Небольшой Паузы Мы предлагаем Вам Интервью Президента Российского Футбольного Союза Колоскова Послушайте Послушайте Посмотрите Запомните Потому что Может быть Мы продолжим Во втором тайме Ненамного Так сказать Поразмышляв Еще о сказанном И В том числе Задумаемся О судьбах Нашего Родного Отечественного Футбола Может быть Вы услышите То что Вы уже Слышали А может быть Об этом И читали Но Еще раз Вернемся К этой теме И мы Ее Будем Продолжать Потому что Все таки Футбол Как индустрия Нуждается В единении Всех Начиная От Игроков Тренеров Руководителей Команд Клубов Всего Нашего Футбола Так же Как средств Массовой информации Телевидение Радио Ну Во всяком Случае Готовы Помочь Нашему Футболу Встать На ноги И И Прогрессировать Столько Сколько Нам Хотелось Молодец Селемонов Пас Направо Не успевает Спартаковец К этой передаче Шуб Сыграл Не точно Оленичев Дуюн Пас Налево Спартаковцы Окрылены Титов Пас Налево В торговой площади Четыре наших Игрока Удар Поворотом Будет Нет Много Футболиста Еще Можно Можно Бить Удар Поворотом Молодец Какой Сильный Удар Сумел Парировать Из-под Ноги Бил Титов Попал Ворота Под Перекладину Но Высокого Роста И хорошей Реакцией Голкипер И капитан Команды Все-таки Среагировал Посмотрите И отбил Мяч На угловой Спартаковцы Чуть ли не всей командой Там В штрафной И в штрафной Подача Гольц выходит Должен забрать Мяч в руки Ну для него Это семечки 2-1 Впереди Спартак Заканчивается Первая половина Встреча Напомню еще раз Оставайтесь с нами В перерыве Интервью Вячеслава Колоскова Некоторые Иронические Размышления Но и в то же время Серьезные О том Что И как Потом Мы с вами Продолжим Ну конечно Будет Небольшая В начале Рекламная Пауза И в перерыве Такова Жизнь Сегодня Напоминаю Спортивная Редакция Ведет Репортаж О повторном Матче Руджа Кубковой Ифа 1-16 Финала Между командами Спартак Москва Гамбург Германия 2-1 Впереди Спартак Напомню Мелешин Мелешин На 10-й минуте Открыл счет На 28-й Шуп Восстановил равновесие На 42-й Тихонов С 11-митровой Отметки Вывел Спартак Вперед Итак Свисток Арбитра Хуана Рока Перерыв И оставайтесь С нами Дорогие друзья Еще раз Добрый вечер Телекомпания Продолжает Репортаж О повторном матче 1-16 Руджа Кубка Уэйфа Между Спартаком Москва И Гамбургом Из Германии 2-1 Впереди Спартак После первого Тайма Началась Вторая половина Встречи На 10-й минуте Милешин Открыл счет На 28-й Шуб Восстановил равновесие И на 42-й Тихонов С 11-метровой Отметки Вывел Свою Команду Вперед Спартак Впереди После первого Тайма 1-0 То есть Простите 2-1 2-1 Впереди Спартак И Ну что ж Пожелаем Спартаку В двух словах Буквально Так сказать Продолжение 53 тысячи Зрителей Фортуна Бавария 52 Борусия Дортмунд Армия 55 Ганзе Санкт-Паули 20 с половиной 31 тысяча Вердер Байер 30 тысяч Мюнхен Дуйсбург Кеншальке 25 тысяч 25 тысяч На встрече Гамбург Кал Зоя Соперник Выиграл Спартаковский 2-0 У этого Крыма И Спартак Выигрывает Тоже 2-1 Если Говорить Долго То я думаю Что я могу Вас утомить И мы Не будем Наблюдать За игрой Но если В продолжение Этого интервью Я скажу Буквально В двух словах О том Что Если Еще к Социально-экономическим Нашим Каким-то Трудностям И проблемам Добавляются Проблемы Футбольные То радости Это Не доставляет Так же Как И вот Этот Эпизод В котором Спартаковец Мог Конечно же Замкнуть Как говорится Эту передачу И забить Третий мяч Острейший Момент Был Ворот Гамбурга Но я повторяю Что В этом Немного Ироничном Во многом И поучительном Интервью Потому что Президент Российского Футбольного Союза Заострил Внимание Только На финансовые Проблемы Нашего Футбола Надо было бы Конечно же Пожелать И Нашим Организаторам Футбольной Жизни Более Активно Себя вести Я имею ввиду Российский Футбольный Союз И профессиональную Футбольную Лигу Работать Не покладая Рук Изо всех сил И не замыкаться На каких-то Там Других Преходящих Поментов Связанных С чемпионатом России Осень Весна Или Весна Осень И так далее По сути дела Не в этом Причина Всех наших Невзгод Футбольных Ну а пока что Слава Богу Что мы еще Благодаря таланту Наших игроков Подчеркиваю Лишний раз Все-таки Привозим В нашу страну Ведущие клубы Европы Мира Сборные команды И Довольно часто На равных А то и превосходя Их Сражаемся В общем-то Не оскудила Российская земля Талантливыми Людьми Но вот Организаторские Наши дела И организационные Страдают И очень сильно Недостатками И надо это все Исправлять И так 2-1 Впереди Спартак И мощно Спартак Начал Атаку Джубанов Там появился Все время Уже впереди Даже не уходит Навес Будет борьба За мяч 2-1 2-1 По-прежнему Спартак Вел 1-0 После удара Милешин Он подставил Вовремя голову После того Как бил Поворотом Его товарищ По команде И мяч Изменил Чуточку направление Полета Опустился В нижний угол Ну вот К чести Все-таки Соперника Он не сник Не ушел В оборону Продолжал играть Свою игру В общем-то Незамысловатую Подчас Довольно-таки Простую Пара-тройка Передач Навес Штрахнул Спартак Предлагает Комбинационный Вариант И вот опять-таки Отличная Атака И удар Вдоль ворот Прострельная Передача И 15-й номер Джубанов Не успевает Подставить Ногу А там Больше уже И никого Не было Ну посмотрите Еще раз Этот эпизод Великолепно Сыграл, конечно, Тихонов Пробил мощно И правильно Потому что Вратарь мог бы Перехватить мяч В этой ситуации Он этого не сделал И, значит, оставалось Только уже Тем, кто там Впереди На острие Надо было мчаться Как говорится Изо всех сил Себя не жалея На эту Прострельную Передачу Наверное Тренеры Очень хорошо Внушили Игрокам Своей команды Я имею ввиду Спартаковцев Что с первых же минут Надо схватиться Как следует И Постараться Быстро Забить Еще один мяч А там Уже, так сказать Посмотреть Как На это Отреагирует Соперник Фактор гола Имеет колоссальное Значение Забитый Или пропущенный Особенно В таких Поединках Но пока Спартаковцы 2-1 Выигрывают И этого Очень и очень Мало Естественно Для общего успеха Надо забивать Еще три Тихонов Ананка Некому отдать Но пошире Надо растянуть Оборону На край Кого-нибудь Вот здесь Передача На левый фланг Потом в центр Но там Очень много Было игроков С соперникой Поэтому Они просто-напросто Отбивают И даже Не идут Вперед Остаются На своей Половине Спартак Атаковать Оленичев С мячом Тихонов Оленичев Показывает Судья Что Нарушения Правда Не было Ну Второй Пенальти В такой В общем-то Сомнительной Борьбе Он конечно же Не даст Один раз Он уже отметился 11-метровым Поэтому Ждать Ну Если уж Отчет Открыл Такой Когда деваться Некуда Он конечно Что-то такое Сделал Так Восьмой Номер В составе В составе Команды Гамбург Появился Всем нам Хорошо известный Знакомый Мы его конечно же Не забыли Отличный Футболист Из Литвы Владос Иванаускас В интервью Футбольному клубу Он сказал о том Что он рад Снова побывать В Москве Спартак Атакует Удар Поворотом Ай Какой момент Чуть-чуть Вы знаете Вот в последнюю Долю секунды Мяч ударился О газон И подпрыгнул И вот поэтому Уже Ничего не мог Изменить Вот Тихонов В этом эпизоде И уже Бил Изо всей силы Вот Вот Как раз Этот момент И мяч Конечно же Естественно Полетел Выше Оборота Если бы лежал На газоне То удар Получился бы точным Потому что Это видно Даже было Если бы мяч Лежал на газоне Жалко Ну вот смотрите Как спартаковцы Здорово начали Вторую половину Слыча Уже сыграли Восемь минут Восемь минут 2-1 Впереди Спартак Нарушение правил Штрафной Атаку Было бы просто Тормознуть И отыграть мяч Тихонову Потому что Как раз Тихонову Остался Один И атака Могла Получить Продолжение Более острое Все время Левым флангом Обратили внимание Это атакуют Футболисты Гамбурга Кувачевич Появился В составе Гамбурга 24-й Георгий Яйцов И весь Внимание И весь В переживании Отходят Назад Спартак Естественно Любой бы Вратарь На месте Гольца Поступал бы Также С тем Чтобы Избить Наступательный Порыв Соперника Потянуть Время Известный Прием Хорошо Технично Отобрали Спартаковцы Мяч Титов Спартаковцы Игроки Обороны Так широко Растянулись По ширине Поля Рассошлись И Друг другу Передавали Мяч В итоге Вот Доигрались И потеряли Его Иван Иванауско Пытался Обыграть Двоих Не получилось Передача Налево Завдуманно Неплохо Было Но и точно Пас Тоже Выполнить Было Трудно Потому что Находился Игрок Рядом Мешал Левый фланг Открыть Никого Нет Отлично Действует Титов Олегничев Пас Направо Жубанов Передача В штрафную На коротке Пытался С Милешином Сыграть Жубанов Сложновато Честно говоря Было Потому что И два игрока Рядом Находились Да и Не развернулся Еще Милешин Лицом К воротам С тем Чтобы Можно было Пасом Ввести Его На ударную Позицию Телекомпания Ведет Репортаж О повторном Матче Курозуша Кубка Уэфа Между Московским Спартаком И Гамбургом Из Германии 2-1 Спартаковцы Впереди По сумме Двух встреч Они пока Уступают Три мяча Надо забивать Для общего Успеха Стараются Стараются Контр-атака Гостей Китов На месте Кто Филимонов На месте Филимонову Досталось В общем-то Много работы В первом тайме Особенно На выходах Я отмечу Его действия Как без Закаризмы Горлукович Жестче Оставить Ногу Надо было Тем более Защитника Тем более Горлукович Он это умеет Делать Непонятно Как Не получилось Ну Ивана Ускосу Отведена Роль Такого Блуждающего Форварда Вот Он так давно Побывал На правом Планке Вы помните Сейчас уже На левом Это в его Вкусе В его Стиле Вот так Он и действует Сейчас Тихонов И за боковой Наши Введут В игру Мяч 13 минут Сыграли команды Во втором тайме 2-1 Спартак Впереди Всего пока 2-1 Надо больше В том же Ключе Играет Ганзур При потере Мяча Тут же Отход К своей Штрафной Площади Спартак Здорово Начал Вторую Половину Левым Флангом И продолжает Все больше Использовать Тихонова В своем Стремлении Изменить Счет Свою Пользу Делать Его Большим Большим Преимуществом Похоже Что Гамбург Немножечко И поменял Так сказать Свой рисунок Игры То есть Здесь Раза Три Четыре Почти Пять Игроков Так Один выдвигается Время Как волнарез Вот этот Который Сейчас Получил Мяч В обороне Четверо Игроков В середине Поля И Ивана Ускас Выдвинут Так сказать Подчеркнуто Вперед Одиннадцатый Парень Вот этот Самый Хасан Салихамиджич Он Отходит Сразу же Назад Ну При получении Мяча Подвигает Вперед Но подчеркнуто Играет Впереди Ивана Ивана Ускас Спартак Ценостойчиво Ищут Пути К воротам Искользя Левые Фланки Центр Обороны Где Действуют Мелкими Придачами И тренеры Готовят Спартака Еще Одну Замену Безродный Артем Сейчас Выйдет Тихонов Оригинально Сыграл Так Поддавал Мяч Вразрез Вовремя Подоспел Защитники Отбил Замена Игражи Остановлена Вместо Седьмого Номера Мелешина Выходит Тринадцатый Безродный Вторая Замена В составе Спартака Артем Безродный Тринадцатый Номер В командах Произошли Замены Вообще Надо сказать Что Говоры В этом матче Первым таймом Забиты Были После Хорошо Разыгранной Комбинации И даже 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 Когда Пенальти Был Назначен Это Тоже После Очень Острой Комбинации Проведенной Московским Спартаком Салихамиджи Играл С Ивана Ускосом Ну тому Надо Пространство Только Чтобы Набрать Ход Мощный Парень Играет Головой Хорошо Но Сейчас Что-то Случилось Вот Он Его Не трогал Вроде бы Как Никто Он Отдал Мяч И Тут же Упал На поле Наши Атакуют Пока Не могут Позволить Себе Джентльменский Ход И выбить Мяч За пределы Поля С тем Чтобы Была Оказана Помощь Парни Но Это Делает Сейчас Вратарь Гольц Потом Мяч Вернут Наши Сопернику И побежал Хуан Рока Главный Арбитр Сегодняшнего Матча Из Испании К лежащему На газоне Вот Валдесу Ивана Ускосу Разрешает Выйти на поле Мальданского Персонала Сейчас Игра Остановлена Естественно Появится Добавленное Время Вот И носилки Появились На поле Мы знаем О том Что Валдес Был Долгое Время Травмированным Ну Вот Появился Так сказать Уже На поле Выходил На замену После своей Тяжелой Травмы И сейчас Вот Покидает Поле У него По-моему Растяжение Мне так кажется Так И тут же 12 номер По-моему Уже И замену Произвел Сейчас Я посмотрю 12 12 Брайтон Райтер На поле Сейчас Непонятно Да Ивана Ускос Ушел С поля И его Повели В раздевал В атаке Команда Гамбург И готовится На замену Игрок В составе Гамбурга Там Брайтон Райтон Выходил К скамеечке Запасных О чем-то Переговорил С руководством Своего клуба И быстренько Вернулся На поле Вот почему Я среагировал Так сказать На этого И игрока На его действия А двадцатый номер Войдет сейчас В игру Это Сейчас мы уточним Холлербах Двадцатый номер Бернде Холлербах И так Замена Мяч в игре 2-1 Впереди Спартак И 19 минут Сыграли команды Ну теперь уже Мы тоже Опять-таки Условимся Будем Я уже На этот раз Очень четко Выставил Свой секундомер Внимательно Следил за арбитром Когда он дал свисток Но тем не менее Еще раз повторим И больше не будем Наверное К этой теме Возвращаться Только судья Фиксирует Окончание встречи Что он там добавляет Это одному Ему только известно 2-1 Впереди Московский Спартак В повторном матче Рыжа Кубка УЕФА Это на 16-е финала Великампания Спортивная редакция Ведет этот репортаж Так же Как и первая 31-го числа Здесь на локомотиве Сыграет Локомотив Инпинфика Рыжа Кубка Кубков И Наша компания Будет вести Также этот репортаж Василий Кубкин И команда 2-1 2-1 Немножко Вроде Как спартаковцы Успокоились Так здорово Начали Второй Тайм И немножко Пл-час Угас Это еще За счет Того Что Были остановки Встречи Раз Второй Соперник Конечно Не лыком Шут Он знает Что делать В таких Ситуациях Где-то Придержал Мяч Где-то Задержался Сводом В игру И вот Эти все Так сказать Маленькие Нюансы Рано или поздно Выбивает Соперника Тоже Из колеи И дают Возможность Прийти в себя Команде Которая Приходит В каком-то В том или ином Случае Нелегко Под натиском Противника 2-1 Это Сузобности Психологии Игры Коллективных Видов Спорта Где Подчас Что-то Неудачное В действиях Одного Может повлиять На всю Команду И наоборот Тот же Вратарь Может так Вдохновить Свою Что Она чудеса Творит 2-1 2-1 Впереди Спартак Ананка Смотрит Кому отдать Мяч Вот перепасовка Такая Знаете На грани Риска Надо было бы Отдать дальше Вперед Чтобы игрок Сразу же С хода Пошел на мяч Много игроков Соперника У штрафной площади Пройти туда К линии Даже Пока что Не представляется Возможным Поэтому Вот идет Такая Перепасовка В центре Поля И еще Одна Замена В составе Спартака Головской Константин Наверное Появится На поле Удар Поворот А мы Издали Не точно Бил Ананкова Создалось Впечатление Что он Эту атаку Готовил Как бы Для себя Перебрасываясь Мячом В надежде Выйти на Ударную Позицию Пробить Поворот Но удар Просто был Неважным Пятого номера Меняет Лепко Да Головской 12 номер Запишем Головской Константин Место Лепко Пятого номера Не раз мы Говорили о том Что Спартак Сегодня Очень молодая Команда Команда Будущая С прицелом На будущее Кстати Олег Романцев Здесь На пресс-конференции Перед началом встречи Да И вот В программке Которая Очень симпатично Выглядит Говорил о том Что в последние годы Он не припомнит Такого сложного Для Спартака Финиша И Действительно Надо вести борьбу Как бы На двух фронтах И в Еврокубке В ответственном Поединке С командой Гамбург И также В чемпионате России Где Спартак Претендует На золотые Медали Чемпиона Но Вот он подчеркивает Что независимо От результата Его радует Молодежь Для которой Это Осень 96 Стала Истинной Проверкой Мастерства И характера Ну Может быть Немножко Сильно Сказано Проверен ли Характер И мастерство Идет Становление Команды Конечно Было Здорово Чтобы Она осталась В этом же Составе И Желательно Еще Усилилась Очень хорошо Работает Школа Спартаковская Которую Вокроводит Прошлым Братарь Московского Спартака Илья Ильинский А ему Помогают Многие Многие Прошлые Выдающиеся Футболисты Популярного Куба Так что Приток Свежих Сил Есть Но Надо Надо Еще Работать Работать И Над Становлением Мастерства И Естественно Характер Ну Вот Спартак Пока Выигрывает Добьется Ли Большего Трудно Сказать Может Так и Случится Что Не Добьется Но Тем Не Мы Очень Хотели Чтобы В повторной Встрече Спартак Вышел Хотя бы Победителем В повторной Встрече Но По сумме Двух Поединка Если Уступит Ничего Не Поделаешь Все Было Проиграно Уфган Итак Навесная Передача С места Правого Крайнего Спартак Выполняют Подача Для того Чтобы Обыграть Рослых Игроков Вот Этого Блондина Который На переднем Плане У нас Здесь На экране Надо Было Быграть Конечно Посмелее И Пожестче В борьбе За мяч Вот Отличный Пас Тихонову Ну а остальное Все Что Если Можно Было Испортить Вот Эту Атаку Тихонову Это Удалось Ну Я Позвел Себе Чуточку Так Сарказма Я Люблю Этого Футболиста Он Заслуживает Всяческих Добрых Слов Ведущий Игрок Команды И Ставку Делают У него И в этом Матче То Он Конечно Свои Обязанности Выполняет Отличный Ну Бывает же Так Такого Плана Передачи Я думаю Что он Меня Простит Потому Что Он И Сам Себя Уже Так Отругал Как Следует 25 Минут Сыграли Команды 2-1 Впереди Спартак Я Вы знаете Люблю Повторять Известный Афоризм Михаила Генина Сам Себя Не Поругаешь Никто Тебя Не Похвалит Штрафной В сторону Ворот Спартака Ну По Правилам Так Принципам Игры Вратаря Защитные Игроки Должны Быть Выстроены На линии Мяча Передача Но ни в коем случае Не устремляться Когда подается Мяч Вперед С тем Чтобы Соперник Тут же Получил Преимущество Что он Нападает Лицом К воротам А Защитники Пятятся Вот так Это и произошло То о чем Мы с вами Опять Обсуждали Вот Случилось Спартаковцы Второй мяч Пропустили 2-2 Выстрелили Они на линии Вот Разбегается Игрок Я же вижу И чувствую Как это делается И побежали Все наши Тудак Ворота А этого Не надо было Делать Он же был Выпуск Посмотрите Подача Уже все Буквально В площади Ворот Упускают Соперника И тот Головой Тихонечко Как в бильярдную Лузу Укладывает Мяч В правый Нижний Угол Ворот От Филимонова И Счет Становится 2-2 Я лично Так сказать Все-таки Желаю Чтобы Спартак И мечтаю Чтобы Спартак Хотя бы Выиграл Этот Поединок Потому что Говорить уже О большем Не приходится Мы наблюдаем За вами С вами Просто За игрой Оцениваем Характер Спартаковцев Их мастерство Если вспомнить То о чем Говорил Романцев Говоря о своих Молодых Футболистах Своей любимой Томанде Но все-таки Хотелось бы Чтобы Спартак Добился Того Что Мы сами Желаем Победы В этом Мече Потому что Очень важно Спартак Видите 12 ударов Нанес Поворот Гамбург 9 Створ ворот Спартак Попадал Тоже Чаще 7 Ну вот 7 В общем Одинаково По сути Делай Наверное И Вполне Логичен И счет 2-2 Вот так Простая игра Гамбурга Спокойная Навесы Штрафную Борьба за мяч И принесла Успех В виде Двух Забитых Мечей Ворота Спартака И Откровенно Я немножко Таскать Тоже Применяю Моя Футбольную Хитрость Тяну Время Рассказом И воспоминаниями И смотрю На табло Кто же Забил Этот мяч Потому что В этой сумотоке Наша Кабина Находится Как раз Прямо Почти Почти Не прямо А почти Угла Штрафной Площади Гамбурга Поэтому Вот туда Чтобы увидеть Спартаковские Ворота Надо Наклоняться И Разобраться Еще в том Что там Происходит И чаще Приходится Обращаться К монитору И так 15 минут Остается До окончания Встречи 2-2 Уже встречи Я вариантов Не вижу Только Лишь Желаю Чтобы Спартак Забил Победный Мяч Именно В этом Поединке Это Создаст Мое Настроение Перед решающим Матчем Чемпионата России 3-го Ноября В Санкт-Петербурге Против Зигмата Матч Будет Принципиальным Во всех Отношениях При всех За И против Команда Будет Настраиваться Очень И очень Нормать Со Спартаком По многим Причинам В том числе И Я понимаю Павла Садырина Ему Есть Что сказать Спартаку В том Поведике Болельщики Это Знаете На табло Нет Изменения В счете 2-1 Я Все Время Вводил В вас Заблуждение Считаю Что 2-2 Мяч Ворота Команды Спартак Забил Юрген Хартман Номер Шестой Да Вот Но Тем не менее Сейчас По стадиону Наконец-то Было Объявлено Что Счет 2-2 Изменений Этих Не было Вот Тут Вот такая Возникла Длинная Долгая Пауза И на 73-й Минуте Наконец-то Появилась Фамилия И Изменился Счет На 2-2 73-й Минута Хартман Гамбург Дорогие Друзья Болельщики Российского Футбола Шестой Номер 31-го Числа В четверг Да Но я напомнил Что 31-го Числа На локомотиве Локомотив Будет принимать Бенфику В розыжке Кубка Кубка Ну вот так Наконец Это будет Трудный матч Для нашей команды Поэтому Мы призываем вас Поддержите Московские Локомотивы Так что Все верно 2-2 И вот удар Поворотом Наносят Футболисты Гамбурга Ну здесь Приходите На наш Филимонов Занял абсолютно Правильную позицию И Закрыл ближний От себя угол Попасть было В ворота Сложный Игроку Даже если Попал Галкипер Попарировал После окончания Матча Вы приглашаетесь На пресс-конференцию Которая пройдет В фолье Под западной трибуной Ширко ведет борьбу за мяч И Центральный защитник Отбивает его Которая пресс-конференция Пока что удержать Преимущество Так и не сумел Милешин Открыл счет На десятой минуте На двадцать восьмую Шуп Восстановил равновесие Два-один И счет Стал после того Как Тихонов Использовал Одиннадцатиметровый удар И во втором тайме Хартман Снова сравнял счет На семьдесят третьей минуте До любителя статистики И вот опасный момент Вратарь заберет Пять луки Опережая Орелича Спасибо Джентменское рукопожатие Рихард Гольц Отличный вообще Вратарь Высокого роста И Гампов На сегодняшний день Занимает Одиннадцатое место С четырнадцатью очками Пропустив Двадцать мячей В принципе Многовато Но тут Не вина Гольца Он не играл Какое-то время Был травмирован Все-таки Атака У Гамбурга Лучше Нежели Оборона В одиннадцать минут Остается До окончания Встречи Два-два Рановато Оленичев Отдавал мяч Сейчас выйдет Из ворот Филимонов Играет С Головским Тот пасует Мяч По партнеру Хорошо было задумано Молодец Дуюн Но надо было Порезче пробросить Мяч пяткой Так Салихамеджич Не сумел Развить свою Атаку Так же Как и Спартаковцы Его Потеряли До встречи Точный удар И тем не менее Он изловчился Посмотрите Уже боком Стоял Из-под ноги Мяч Вылетел И все-таки Сумел Сореагировать Филимонов Ну я думаю Что сегодня К вратарю Вот до этого момента Подчеркиваю Никаких претензий Нет Даже второй мяч Был забит В Сутолоке В Суматохе Там многие Никто Сразу и не поняли Что же произошло Возникло Такое Замешательство Даже И После такой Паузы Когда поняли Все Что Все-таки Мяч Побывал С ветки Ворот После радости Демонстрируем Футболистами Гамбурга Стало ясно Что счет Стал 2-2 В той толпе И разобрать Долгое время Кто не мог Тоже Забил В конечном счете Этот мяч Понадобилась Справка У руководства Команды Гамбург И вот В конечном счете Хартман Появился На табло Его фамилия 73-й минуты 2-2 Ананка Пас Налево Вот Спартак Имел Две Отличнейших Возможности В самом Начале Второго Тайма Не сумел Использовать И в конечном счете Опытный соперник Сумел все-таки Наладить свою Игру И Подстоять Ворота И в контратаке Восстановить Равновесие Тихонов Переводит мяч На правый фланг Это Оленичев Отлично Остановил мяч Передача Опасно Выходил из ворот И Гольц Если бы даже И мяч летел бы Уже на голову Джубанову Защитник не успел С ним бы Вступил в борьбу Рослый Вратарь Гамбурга Ну я говорил о том Что Гольц Играет хорошо И не случайно Он носит И капитанскую повязку Подача Удар по воротам Мимо Задел мяч После удара Нашего Пополиста Игрока Гамбурга И сейчас Тихонов Будет подавать С места левого Крани Артем Безродный 13 номер Штрафной площади 8 игроков Московского Спартака И 10 игроков Гамбурга Салихамиджич Лишь остался В центральном круге Ананка Вот и следует Передача Ему Ананка Его атакует Пас Нету вне игры И молодец Нечебно-показательный Нечебно-показательный Вариант Я бы сказал На 9 метров Конечно Стенка должна Отойти Игроки Это все Прекрасно Знают Но это Опять-таки Все то же Самое От желания Потянуть Время И Понервировать Соперника Подача И удар Подальше Давай Поборемся Называется Поднят Флажок Арбитра На линии Вне игры Салихамиджич Быстрее Спартаковцам Надо Если есть Хотят Еще Что-то Такое Сотворить Сегодня И порадовать Болельщиков Тут Надо Спешить Заметно Было Что именно Этот Пас Будет На тот Фланг И Игрок Заранее Устремился К мячу Перехватил Атака Гамбурга По штрафную И ничего Не будет Мяч Покидает Пределы Поля 2-2 2-2 Заканчивается Встреча Ну что ж Спартак Выбыл Из розыгрыша Кубка УЕФА Пожелаем Ему Успеха В борьбе За звание Чемпиона России И процитируем Еще раз Олега Романцева Назад Лигу чемпионов Чем быстрее Тем лучше Но быстрей Не получится Как хотелось бы Для этого надо Обыграть Турнир А там Смотрит Еще Надо Обыграть А может Быть Так случится Что Три команды Наберут Одинаковое Количество Очков Я имею Ввиду Еще И Ротов Тогда Будет Дополнительный Турнир Для Трех Команд И кто Там Угадает Никто Сегодня Не может Предсказать В прессе Конференции И В Турнир Посему Посему Третьего Ноября Все Внимание Болельщиков Матчам Лидеров Так же И тем Командам Которые Ведут Борьбу За право Остаться В Ширике Интереснейший Чемпионат Его Финиш Но Тем не менее Качество Игра Ставляча Лучшего В нашем Российском Переденстве Но И много Проблем Организационных Равно Как и Других О чем шла речь В перерыве В интервью С Вячеславом Ивановичем Эковоском Которую Специально Мы сделали Для этой Программы Но все-таки Отдадим Должные таланты Наши Я еще раз Порчу Что мы Все-таки Имеем Возможность Наблюдать Игры лучших Команд Для Европы Сборных Команд С переменным Успехом Это все Проходит Но Хотелось бы Больше Народная Любовь Того Тего требует А проблемы Решать Будем Наверное Все-таки Сообщать Футбол Того Заслуживает Ах ты Хорошо Получись Бы Пас Во-первых Не таким Сильным Раз И во-второе Не Упади Ширко Выскочил бы Один на один Ну Если Коротко О матче Резюме То Я должен Сказать Что Спартак Конечно же Приложил Максимум Силей Для того Чтобы Порадовать Своих Болельщиков Но Увы Все-таки Соперник Ему Достался Не из Легких Несмотря на то Что Несмотря На то Что Ну тут Как говорится Слов и не надо Несмотря на то Что он Занимает Пока не самое Высокое место Чемпионате Бундеслиги Но Чемпионат Бундеслиги Конечно Классом Выше Российского Первого Будем Откровенны И будем Стараться Жубанов Рванулся К мячу Но его Очень активно Так Придерживал Игрок Гамбурга И еще На моем Секундомере Играть Две Минуты Но судья Останавливал Мы помним Встречу И добавит Посему Смотрим Что тут Сотворят Спартаковцы В этой Ситуации До ворот Где-то Наверное Так Метров Шесть То есть До линии Штрафной площади Метров шесть И Прямо Против ворот Мощная стенка Гольца В воротах Что тут Тихонов Наверное Будет Бить Бьет Изо всей силы Мяч Задевает Кого-то На мой взгляд Но Арбитр Показывает Удар От ворот Так же Как и Судья На рейне Начнем Не ошибиться Тут Чувствую В этом Нет 2-2 По прежнему Сейчас Конечно Не спеша Все будет Делать Гольц Посмотрим Еще раз А нет Даже и близко Не было Мяч пролетел Мимо стенки Мимо ворот Напомню вам дорогие друзья Фигурное катание Высшим Смыслом По Каналу Такого Просто Не было Но Мы уж Постараемся Чтобы вам было Действительно Интересно И как говорится Не оторваться На основном Канале Так же Будет Много Спорта Как же Как и Сегодня Вы смотрели Репортаж Организованный Спортивной Редакцией Телекомпании Матч Режиссер Леонид Гущин Комментатор Владимир Хаченко Благодарю Всех Кто принимал Участие В этой Передаче Всего Вам доброго До следующих Встреч